Тата, мама, я – футбольная семья. На областный этап фестиваля под такой назвой пройшел в Гомеле. Больше 70 семья собрались они только позмогаться за звание самой футбольной семьи областного центра, но и отчуть спортивный азарт и дух сябровской борьбы. Наши корреспонденты так само поудельничали в фестивале. Первый футбольный фестиваль пройшел в 2016 году в Минске. Проект «Меу поспех» и Белорусская Федерация Футбола приняла решение сделать его что годовым. Теперь семейное споборництво крочется не только по областных городах, а и районных центрах. В этом году отборы пройшли у Калинковича, Хрэджицы и Мазыры. Дорослые отзначают, что такие мероприемства допомогают загрутоваться членам семьи и стать дружной командой. Получаем от этого огромное количество положительных эмоций. Дети счастливы, ждут с нетерпением каждый год этого фестиваля, как и мы, собственно говоря. Было очень классно и весело. Мне понравилось очень сильно. Это было так круто, аж я хочу, чтобы это повторялось каждый день. Просто супер фестиваль. Мы участвуем уже не первый год. Это наше третье участие. Вы знаете, это очень скрепляет семью. Мы болеем друг за друга. Я за ребенка, он за меня. Мне очень понравился сам процесс футбола, как судят судьи. И мне очень понравился этот праздник. Я хочу, чтобы он повторялся еще и еще. В мероприятиях, где все участвуют, и родители, и дети, оно изближает. Все занимаемся одним делом – футболом. Очень хорошо, когда и взрослые, и дети играют в одну игру. Каждый болеет за каждого. И получается очень дружно. Тогда и семья дружная. Формат проведения фестиваля – мини-турниры по футболю в шести группах. Сирот батьков, мать и детей в зависимости от взрослых. Каждый член семьи приносит балую семейную скорбонку. У кого по заканчению с поборницей очков будет больше, то и отримает звание лучшей футбольной семьи. Забитые голы, падения, хваливания подчас серии послематчевых пенальти и переживания зародных, которые сейчас на поле. У всех это только повышает цикавость до того, что отбывается на поле. Было у нас зарегистрировано порядка 79 семей. Люди буквально за полгода уже спрашивают, когда будет следующий фестиваль. Волнуются, переживают. Людям это очень интересно. В таком формате, понимаете, семьи когда собираются, это же прекрасно. В перепынках дети и батьки удельничали у конкурсов МНС. В этом году выратовальники ладили для удельников фестивалю «Водную феерию». У такой горячая на дворе она стала саправдным выратованием. Ребята принимали участие в спортивных состязаниях. А вы видите, какая погода. И они, конечно, старались, участвовали очень хорошо. И подарок по окончанию футбольных матчей – это, конечно же, те яркие эмоции, которые водная феерия, возможность сфотографироваться, пообщаться с настоящими пожарными – это все для наших детей. Моя семья тоже принимает участие в этом мероприятии. И вот сейчас, буквально после того, как я дам вам интервью, буду участвовать в финале, дочка заняла второе место. Вот, жена сейчас тоже параллельно где-то соревнуется. Поэтому все люди довольны. Замечательный праздник, замечательное настроение, эмоции. Вы и сами все видите. Головная интрига чекала удельников фестивалю на церемонию знагороджения. Кожная семья отримала мяч, футболку, а призерам уручили памятные медали и кубки. Головный приз и звание чемпионов отримала семья Ковалевых с Гомеля. Финальный этап пройдет 14 вересня в Минску. Нашу область на республице представят 14 семья – 5 с Гомеля и по 3 с Буйных районов.